здравствуй уважаемый зритель рассказ о палатке глетчер 2m от компании сплав без сценария без подготовки прямо из похода с извинением за внешний вид и первое на что сразу бы хотелось обратить внимание это на литеру м в линейке сплав есть палатка глетчер она зеленая и без юбки а это же оранжевая и с юбкой глетчер 2m как понятно из названия это двухместная двухслойная палатка водостойкость тента верхнего 5 миллиметров на 7 миллиметров немножко смотались назад к моменту установки здесь есть пару нюансов и вот один из них следующий две полудуги вот такого вот белого цвета алюминиевый 3 оранжевая вот эти вот две они концы у них разные 1 вас такой пяткой более острой другая с более тупой пятка с более тупым концом вставляется вот такой карман в общем-то это типично для палаток сплава а второй более острый более острый пятка вставляется вот сюда в люверс то есть вот это надо учитывать при установке сразу же потому что иначе она не встанет и стал желательно пропитывать ее через вот этот вот карман так будет удобно сама установка довольно простая и особого внимания может быть и не заслуживает внутрянка пристегивается внизу на фастексах и здесь на крючках петля и вот этот крючок прицепляется ничего необычного здесь и сложного нету второй нюанс в установке о котором я говорил это вход во внутренний отсек наша практика показала что удобнее когда голова находится то есть вот эта крышка открывается в сторону головы и убирается в карман и дальше уже меньше вот такой выход то есть внешняя часть откидывается вот сюда я даже не знаю как правильно писать и такую конструкцию да получается вход больше внутри внутреннюю часть можно перевернуть наоборот и тогда у тебя вот эта крышка будет откидываться сюда когда получается менее удобно удобным особенностям палатки можно отнести вот эти вот карманы под дуги стоит отметить что они монолитные они разделяются как бывает на несколько частей и вот под этой сеткой там внутри тоже такой же монолитный материал то есть одному удобно других как засовывать так и вытаскивать они нигде там не цепляются ничего гладенько то входят и выходит палатка самостоящие сейчас она у нас стоит без единого кола здесь имеется два тамбура и каждый жилет сможет независимо вылезать из палатки не мешая другому как можно видеть патент помещается довольно много походного барахла и остается место чтобы спокойно вылезти наружу я не помню размеры внутреннего отделения но для того чтобы понять здесь вот лежат коврики где самому дважки спокойно ложатся правда одна такая вот усеченная ну и для понимания вот ижевская пенка по 60 миллиметров она но они наверное лягут внахлёст ну и для демонстрации мой рост 185 сантиметров я лежу довольно свободно ноги немножко касаются конечно же внутренних частей палатки но это не сильно страшно и как показала практика не критично внутри много-много кармашков для того чтобы получить положить какую какую-то мелочугу изголовья в ногах здесь еще есть сеточка для того чтобы какие-то подвешивать сверху гаджеты но мы ее с собой не взяли для облегчения массы кстати говоря масса палатки 3 килограмма 610 грамм я замерял безменом так она вот у меня полностью сошлось интересным фишкам можно отнести неплохую задумку в плане вентиляции вот эти вот верхние как даже сказать так вентиляционные окошки можно открыть внутри вот таким вот образом сетка закрывается и все получается приток воздуха если от кинуть юбку воздух идет и все отлично здесь проветривается и здесь такой же собственно такой же клапан еще одна интересная фишка у внешнего тента при открытии одной каретки но понятно что крышка открывается и откидывается наружу таким образом выходит человек но есть еще и вторая молния который можно сделать вот так не просто обеспечить свободный приток воздуха еще это полезно если например юбка привалена снизу камушком каким-то и выходить допустим каждый раз откидывать клапан неудобно можно вот так вот опустить и попытаться выбраться на руку по углам юбки имеются петли для ее фиксации какими-то колышками еще есть петельки и крючочки для того чтобы ее подгибать и фиксировать в таком вот таким вот образом для того чтобы обеспечить вентиляцию верхними вентиляционные окна которые я открывал изнутри о которых рассказывал сверху прикрывается вот таким вот зонтиком который можно отсюда то можно полностью отстегнуть но но это не делаем прямо в таком виде его сохранято оставляем когда он скапливается конденсат он так спокойно висит и проветривается вот так вот снаружи выглядит оконца был дождь в дочь туда надо сказать не заливает когда окна открыты все нормально здесь хватает этого зонтика размера хватает чтобы нормально прикрыть и здесь имеется вот такой дополнительный карман для того чтобы туда воду не задувало при сильном ветре теплее ли в такой палатке с юбкой по сравнению с обычной палатки у которой нет юбки конечно определенно теплее но следует понимать что закрывая минимизируя приток воздуха внутрь тента вы обрекаете себя на появление конденсата ну и в завершении еще пара положительных моментов о которых забыл сказать в этой палатке внутрянка крепится к уже установленному внешнему тенту как по мне это более правильное решение для туристических палаток чем самостоящая внутренняя часть накрываемая тентом но понимаешь это только во время дождя и второй момент это то что внутренний тент при намокании от конденсата или при сильном дожде не ложится на внутреннюю часть и даже при моих 185 сантиметрах роста задевая ногами внутренние стенки палатки проблем от соприкосновения слоев не было в целом нам женой палатка понравилось спать не тесно одеться переодеться и посидеть непогоду тоже можно вот как-то так спасибо за просмотр